Дарья Иринкова Но прежде чем позвать сюда эксперта на нашу тему, я у вас, как у очень таких опытных людей, разбирающихся в семейных отношениях, браке и всем, что прилагается, а у Андрея еще в соцсетях нашла хэштег «Холостяки за 40», мне кажется, он уже не актуален. В общем, интересно, как вы относитесь лично к заключению брачных договоров? Даш, давай, вот ты. Мне кажется, честно, мое мнение, что это плохо. Почему для меня это плохо? Потому что иначе рушится моя концепция, представление о браке изначально, что мы, когда вступаем в брак, мы хотим знать, что этот человек с нами до конца, на всю жизнь, мы и в горе, и в радости. И последнее, о чем хотелось бы думать в момент росписи в ЗАГСе, это о том, а что бы было бы, если бы мы развелись, и как мы будем делить смысл, я тогда пойду замуж. То есть ты не хочешь думать о разводе, когда выходишь замуж? Я, может быть, не современная, но все, понятно твоя позиция. Андрей, что у тебя? Ну, я прошел процедуру развода, и при процедуре развода брачный контракт я подписывал. А после этого... Подожди, то есть ты женился с брачным контрактом? Нет, нет, перед тем, как развелся. А, вот так. Это нормальный цивилизованный способ раздела имущества. Заключать ли его до, либо заключать во время брака, либо прямо перед расторжением, решает каждый сам. Ты ничего плохого в этом не видишь, потому что Даша говорит, что это плохо, она вот прямо это слово сказала. То есть в момент развода, получается, мужчина и женщина договариваются о имуществе, как они будут... Раздели имущество, да. Но перед тем, как идти, уже, собственно... Но это немножко другое. Это не заключение брачного договора в момент, да, брака. Это уже когда дело близится. Слушайте, ну не просто так я у вас спросила, потому что статистика-то у нас интересно поменялась в отношении брачных контрактов, потому что если раньше почти все говорили, что да, это плохо, не хочу об этом думать вообще, я вот... У нас любовь, какие брачные контракты, то вот следующее могу сказать. За год количество брачных контрактов выросло на 11%. Это прям много. Да. И получается, что вот первый квартал 24-го года количество опять же продолжает расти, и их уже заключено 23 тысячи на всю страну. Ну это прям прилично. Маша, я тебе могу сказать, что после того, как я прошел эту процедуру, я рекомендовал ее еще трем своим друзьям, и они последовали моему совету и прошли через это тоже. Я правильно понимаю, ты за. И если ты в следующий раз решишь жениться, хотя многие холостейки говорят, больше никогда вот на эти грабли не наступли, ну давай, если ты решишь все-таки, то ты за брачный контракт. Я думаю, что я предложу своей избраннице заключение брачного контракта. Классно, я вас собрала, значит, это плохо. И это будет вполне нормально. Вот, давайте сейчас позовем сюда нашего эксперта, юриста Анну Аздровскую, которая нам объяснит вообще, как это все делается. Анечка, заходите к нам. Я не просто так сбегаю с вашего места, вот сюда мы вас приглашаем. Здравствуйте. Ань, ну видите, как классно у нас это все решилось. Андрей, за, Даша, против. Как вообще заключается брачный контракт? Вот сейчас вот Андрея, мы узнали, что можно прям перед разводом это сделать. Да, я тоже это хотела сказать. Сейчас все чаще заключают брачный контракт именно перед разводом, для того, чтобы поделить уже нажитое в браке имущество. Потому что по закону считается, что все имущество принадлежит в равных долях обоим супругам. А если нажили, допустим, одну квартиру, две квартиры и две машины, как их делить? По одной, второй, это делить не очень удобно. Будут все ходить друг к другу в гости, трепать нервы. Вполне можно договориться, что тебе остается одна квартира, мне вторая, и также поделить автомобили. А потом спокойненько уже идти разводиться. Спокойненько. Это не нравится. Спокойненько. Кроме того же, все же все время злые, да, вот это же вряд ли, редко бывает такое. Мы, значит, решили разводиться, такие хорошие, то есть, да, в айти ровни. Таких редко, клиенты редко к вам приходят. Нет, есть такие клиенты. Есть, они существуют. Понятно. Аня, вот печальный опыт клиентов хочется услышать всегда, вот которым вы бы сказали, а вот если был бы брачный контракт, то тогда бы... Есть такие истории, которые на всю жизнь запомнились? Да, конечно. Это, в принципе, каждый клиент, который приходит на консультацию по разделу имущества. Поэтому расскажу это специально для Дарьи. Была у нас одна... Не то чтобы, Даш. Мы работаем и с мужчинами, и с женщинами, то есть нет никакого гендерного различия у меня в клиентах. Девушка вступала в брак, у нее была своя квартира, она уже выплатила за нее ипотеку. Вступила в брак, у них родился совместный ребенок, продали ее квартиру и купили новую. Буквально через годик они разводятся. Квартира, естественно, совместная. И уже бывший супруг претендует на эту квартиру и хочет от нее половину. А вот если был бы брачный договор, то та ее квартира осталась бы ее. Я поняла, почему я против. Мы когда с супругом женились, у нас не было ничего. Ни у него, ни у меня. Поэтому в случае там не дай бог. Но подожди, теперь-то у вас же есть совместно нажитое имущество? И дети у вас есть, да? Но поэтому я верю в любовь. В любовь на все. Нет, мы не можем. А можно маленькую ремарку? Конечно. Во время развода делится не только имущество, но и обязательство. Правильно, Аня? Так, правильно. Но нужно доказать, что эти обязательства были потрачены на нужды семьи. О чем вы говорите? Подождите. Вот это тот диванчик с нашего. Вот ипотека, да? Это кредиты. Например, ипотека, взял муж или жена кредит на машину. Да, то есть мы машину разделили, а вот кредит не разделили. Если это был целевой кредит, если вы докажете, что вы эти деньги потратили не на шубу-любовнице, а именно на машину, тогда можно поделить. Тут получается очень много нюансов. Конечно, конечно, нужно доказывать. Очень много нюансов, и брачный договор позволяет все эти нюансы не довести до суда и договориться как-то полюбовно и более цивилизованно. Кстати, с ипотекой, да, именно вот ипотеку и удобно делить брачным договором. Ты берешь согласие у банка, и кто-то один из супругов продолжает платить эту ипотеку, и ему же достается квартира. Это нормально. Вот смотрите, я себе даже пометочку сделала. Какие можно в брачном договоре включить условия? Вот, например, предусмотреть последствия измены. Вот такое бывает просто. Ну, правда, я об этом читала, но не знаю. Про то, что с кем останутся дети, тоже это туда же в брачный договор заключается? К сожалению, в брачный договор такие условия включить нельзя, потому что закон ограничивает. Брачным договором регулируются только имущественные отношения супругов. То есть неимущественная любовь, дружба, дети туда не включаются. Вот, это надо знать. Опять же, нашему диванчику женщин на улице. А ты тоже против? Я вот, честно, не за. Да, я вот, я... Ну, хотя вот я сейчас смотрю... Значит, наш диванчик, да. Я говорю, наш диванчик. Я пока с тобой, но подожди, я, знаешь, иногда переобуваюсь, я уже заметила. Слушай, ну, а еще один вопрос — алименты. Вот все привыкли говорить о том, что мужчины там не содержат детей своих, они не платят алименты. А есть ли, Аня, в твоей практике такие случаи, когда женщина живет на алименты, а мужчина, он там и детей содержит, и одевает, и кормит, и все остальное? Вот расскажи. Да, таких случаев очень много. Вот есть буквально один из последних клиентов, алименты более 100 тысяч, явно супруга их не тратит на содержание ребенка. Но суд распределяет бремя доказывания таким образом, что мужчина должен доказать, что деньги тратятся не на ребенка. То есть не спрашивают у нее, куда вы тратите деньги, а говорят мужчине, а докажи, что она тратит не на ребенка. В этом сложность. Сейчас у нас как раз одно такое дело в Верховном суде. Мы пытаемся сделать так, чтобы часть денежных средств шло не маме, а насчет ребенку, допустим, на обучение. И пока нам не удается этого добиться. То есть потом ребенок может использовать эти деньги, когда ему станет 18? Да, было бы хорошо. А, но пока нет? Пока это не получается этого добиться. Ага, хорошо. А вот эта вот история про зарплату в конверте, это история моей подруги, когда она добивалась алиментов у своего мужа, у которого зарплата была большая. Но нигде не зафиксирована. Как вот это просчитать? В таком случае я советую договариваться и заключать алиментное соглашение. А как договариваться, если у них вообще никакие, они не разговаривают, обзывают друг друга матерными словами? Если не договариваться, то устанавливать алименты в твердой денежной сумме. Но все, что грозит супруге, это не больше одного прожиточного минимума. И максимум, что можно сделать, взыскать какие-то дополнительные расходы на ребенка. Это лечение, образование, опять же таки, до 18 лет. И так называемые жилищные алименты. Поэтому лучше не ссориться, а лучше договариваться. Я так понимаю, что юристы в основном об этом всегда и говорят, что надо расходиться мирно. И старайтесь все-таки это искать. Юристы разные. Кто-то хочет заработать деньги и побольше заработать, да? А кто-то предлагает урегулировать мирным путем. А вы как? Я деньги-то тоже не прощу заработать. Конечно. Просто бывают такие ситуации, а в семейных спорах чаще всего лучше договариваться миром. Потому что когда начинают делить имущество, начинают вовлекать детей. Начинают манипулировать. Перестают давать детей отцу для общения. Или папа может забрать к себе детей. Говорить, верни имущество, тогда верну тебе детей. Поэтому лучше, конечно, до суда не доводить. Я абсолютно соглашусь с Анной. Дети зачастую становятся объектом манипуляций. Как с точки зрения имущества алиментов, денежных отношений. Так и с точки зрения общения. Матерям чаще всего, в 98% оставляют детей с матерями. Наши суды. Так. А какая статистика? Неправда. У меня сейчас все чаще приходят мужчины, с которыми остаются дети. Вот буквально вчера мы заключили договор на представление интересов в суде. Мама уехала за границу, оставила трехлетнюю дочь папе. И мы пойдем в суд для того, чтобы это узаконить. Но это же скорее исключение. Нет, это не исключение. Так не часто. Просто подождите. По закону. Прежде всего. По закону. С мамой. Малолетние дети. Да. Малолетние. Да, у нас попытки есть. Нам только неинтересно в этом отношении. Если ребенок достиг возраста 10 лет, то спрашивают мнение ребенка. Несмотря на то, какие материальные положения, кто работает, какие привязанности. Если ребенок сказал, хочу жить с папой, и если он фактически перешел жить к отцу, то опека выносит заключение, что отдать ребенка папе, и ребенка отдают отцу. Даже если мама при этом кричит, я хочу жить с этим ребенком. Конечно. Конечно, да. Мнение ребенка здесь первостепенное. Мнение ребенка здесь первостепенное. Страшно опять этому диванчику стало нашему. Да, надо смягчиться. Да, первостепенное. Поэтому здесь надо уйти. А то мы почему спрашиваем? Потому что мы вот, например, не знаю, как Даша, вот, я злой полицейский. То есть я вот в этом отношении, я строгая мама. Поэтому здесь совет мамам налаживать отношения со своей. Все хорошо. Мама, все, можно чипсы, можно телефон. Шутим мы, конечно. Ань, ну и, конечно же, хочется спросить про секрет вообще вашей стойкости и спокойствия. Потому что я наблюдала за вами в соцсетях недавно. И я так понимаю, что бывает и обзывательства в вас летят и так далее. Какой-то вот случай вы рассказывали, я даже слова не хочу это произносить. Вот, хотя бы такая хрупкая девушка. Вот как вообще спокойствие и здравый рассудок сохранить в вашем случае с вашей профессией, когда вы разбираете такие конфликтные ситуации? На самом деле я была такой не всегда. Мне тоже было страшно, тяжело работать с людьми, особенно с физическими лицами. Мы долгое время работали с юрлицами, но юрлицы это те же самые физлицы. И когда у них стали возникать проблемы в личной жизни, мы их стали разрешать. Это опыт. В этом году мне уже 19 лет как юридического стажа. А мы думали просто 19 лет. Что-то тут пошло, пошло не по порядку. Это опыт, работа над собой. Еще у меня есть второе образование, это коучинг, который тоже позволяет держать себя. Быть фактичной, не вовлекаться в историю клиентов. Ну и большой запас, наверное, свой внутренний психологический ресурс. Своего жизненного опыта. Так, ребята, давайте. Мы вначале, Даша, с тобой четко сказали. Брачный договор нет. Вот. Ай-яй-яй, ну-ну-ну, это плохо. Вот что теперь мы скажем после того, как Аня к нам пришла? Маш, вот я даже не хочу представлять, честно, да, ситуацию. Короче, не перебидели. Пока нет. Я поняла, вот судя по тому, что рассказал Андрей, когда я пойму, что что-то не в порядке, вот, хотя надеюсь, что такого, конечно, не произойдет, я об этом задумаюсь. Вот есть смысл вот во время, да, уже, когда вот ситуация накаляется, об этом поговорить? Или этот будет, наоборот, расценено, как, ну, какое-то предательство со стороны? Есть смысл. Есть смысл об этом поговорить еще до того, как ступаешь в брак. На берегу. Да, как говорил. Договориться на берегу. Великий психотерапевт Литвак, что нужно выходить замуж за Толоски, и можно будет легко развестись. Ну, и то же самое для мужчин. Диванчик в шоке. Ребята, этот диванчик, конечно, в шоке. Мы вообще бы на такое не подписывались. Ну, ладно. Аня, спасибо большое за то, что нас просветили. Мы поняли одно, что без юриста в этом отношении все-таки не обойтись. И нужно, если ты не понимаешь, как, если нужна помощь, то к экспертам обращаться. Спасибо большое. Ну, а сейчас мы переходим к рекламочке. Покажите мне вот такая вот. Вот такая вот рекламочка будет. После нее я сделаю всех вас звездами караоке, обещаю.